И в конце выпуска о необычном увлечении алматинки с пользой для здоровья. Сауле Туриханова снимает стресс, стоя на гвоздях. Пять минут такой практики по утрам бодрит мощнее чашки кофе, говорит она. Последователей этой методики в мегаполисе становится все больше. Они считают, что она полезна для здоровья, так как улучшает кровообращение. И в период пандемии, особенно актуально, увлеченные этим занятием почти не болеют. Ну, если это действительно так, то, конечно же, стоит попробовать. Не болеть, быть постоянно энергичным, да еще и к тому же быть в гармонии с собой. Это же целое новомодное направление. Ну вот, на тебе мы поэкспериментируем. Расскажешь потом, как получилось у тебя. Кстати, наша коллега Шапогат Морзобекова тоже встала на гвозди. Эти гвозди только с виду вызывают страх, но если побороть его, то можно испытать невероятные ощущения. Дискомфорт возникает только в начале, а потом волна радости захватывает дух. Таким был мой первый опыт. На гвоздях я простояла 30 секунд. А вот Сауля Туриханова может стоять на доске часами и делает она это каждое утро. Говорит, что гвозди стояние насыщает организм энергией и разгоняет кровь. Главное в процессе – сохранять спокойствие и не думать о боли. Когда человек начинает расслаблять свое тело, все его блоки начинают выходить. Он может смеяться. Люди разные и проявляются по-разному. Например, в первый раз, когда я встала, я очень сильно смеялась. Я просто хохотала и ржала. А в последующие моменты я просто стояла в умиротворенном состоянии. Хочется как-то любви себе подарить. Этот метод пришел в нашу страну из Индии. Неискушенным кажется, что если встанут босыми ногами на острие, то будут травмированы. Однако это не так. Гвозди расположены достаточно часто. Поэтому весь тело распределится так, что пораниться невозможно. А самое важное – это принесет большую пользу организму. Естественно, повышается иммунитет, улучшается метаболизм. Как бонус идет для людей. Люди стройней начинают сбрасывать лишний вес. Ну, такие вот моменты. Я сама видела мастера, который, практикуя гвозди уже на протяжении года, скинул в весе 15 килограмм. Каждый человек, наверное, приходит к гвоздям с какой-то подготовкой. С каким-то внутренним запросом, что ему что-то уже нужно в жизни поменять. Человеческую стопу можно сравнить с дистанционным анализатором, говорит Сауле. В ней больше 70 тысяч нервных окончаний. Они стимулируются, и энергия проходит по телу волнами. В этот момент человек начинает дрожать. Стать на гвозди может любой, утверждает Сауле. Нужно только настроиться. И еще один факт. Три минуты этой практики заменяют 10 километров ходьбы. Шапогат Мрзабекова, Сержан Жумабаев, Витоги Дня, Алматы.